В течение этого вечера в нашем соборе будет звучать музыка самого выдающегося из композиторов, сочинявших для органа, великого Иоганна Себастьяна Баха. Не будем забывать, что большинство его органных пьес было создано для исполнения в церкви во время богослужений. Ведь основным служением Баха в течение многих лет его жизни было служение церковного органиста в Лютеранской Церкви Святого Фомы в Лейпциге. В богослужении лютеранской традиции важное значение имеет пение хоралов. Это молитвенные песнопения, где рифмованные стихи положены на простые и легко запоминающиеся мелодии, которые повторяются в каждом куплете, и их без труда поет вся община. Большой орган нашего собора, построенный швейцарской фирмой Кун, является одним из лучших в России духовых органов. Он располагается на балконе над входом. Пульт этого органа, как и того, кто на нем играет, невозможно видеть, находясь внизу. Но в ходе концерта исполнительница будет проецироваться на экран, благодаря которому вы сможете не только слышать музыку, но и видеть сам процесс игры на органе. Дорогие друзья, позвольте представить вам исполнителя сегодняшнего концерта. Елена Привалова. Орган. Россия. Латвия. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 На местах исполнитель сейчас спустится для поклода. Дорогие друзья, а в притворе храма при выходе вы сможете приобрести диски с записью органной музыки, а также печатную продукцию о музыке. Елена Привалова. Орган. Россия. Латвия. Аплодисменты. Дорогие друзья, наш концерт завершился. Мы благодарим вас за участие в нашем сегодняшнем концерте и будем рады видеть вас вновь в нашем соборе на наших вечерах. Желаем вам приятного вечера. До новых встреч. До свидания.